Новые перспективы для Беларуси и Судана президент встретился с парламентской делегацией этой страны. В ее составе председатель Национальной Ассамблеи Судана, влиятельные бизнесмены и ключевые министры. Перспективные проекты сборка в Африке агротехники, белорусских марок, сельское хозяйство и взаимная торговля. И Беларусь настроена на успешную их реализацию. Новый импульс сотрудничества между странами придал визит Александра Лукашенко в Хартум в начале года, после чего отношения заметно оживились. Продолжит тему Евгений Горин. Этот визит суданской делегации – логическое продолжение диалога, начатого в январе, когда президент Александр Лукашенко был с официальным визитом в этой африканской стране. Те переговоры заметно активизировали поиск направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Обозначилась экономическая заинтересованность сторон. Полгода переговоров чиновников Беларуси и Судана создали возможный портфель совместных проектов. Часть из них может запускаться уже сегодня. Это был этап определения совместных проектов и предметного обсуждения путей их реализации, которые можно считать завершенным. Сейчас очень важно незамедлительно приступить к выполнению намеченных планов. Беларусь серьезно настроена на успешное воплощение совместных проектов с Суданом в указанных сферах. Мы рассчитываем, что у руководства вашей страны аналогичный подход и эти планы получат поддержку суданских парламентариев. Мы надеемся, что в ходе знакомства с Беларусью вы сможете в полной мере ощутить экономический, промышленный, научный, культурный потенциал нашей страны. Уважаемые друзья, я абсолютно уверен, что ваш нынешний визит в Минск откроет новые перспективы белорусско-суданского взаимодействия. Один из суданских бизнесменов, владелец 10 заводов, сегодня на переговорах во Дворце независимости предложил уже открыть сборочное производство белорусских тракторов в Судане. Белорусская сторона готова расширить линейку до комбайнов и карьерных самосвалов. Хотел бы передать вам приветствие от президента Судана. Он очень высоко ценит вас. Ваш визит был историческим. Встречи на уровне глав государств заложили основу для дальнейших отношений. Мы увидели, что Беларусь открыта для конструктивного сотрудничества с Суданом. Мы также готовы к сотрудничеству с Беларусью. Судан по объемам нефтедобычи – третья страна Африки. Доходы от черного золота – главный источник валюты для Хартума. При этом страна испытывает серьезную нехватку электроэнергии. Нефтяной сектор – движущая сила экономики Судана, но более трети ВВП – все-таки сельское хозяйство. Земельные угодья значительны. При этом из 12 миллионов гектаров обрабатываемых земель орошается только 15%. Для белорусских технологий это потенциально заманчивая ниша. Мы подтвердили наше намерение очень активно содействовать нашим правительствам в реализации планов по созданию совместных предприятий, сборочных производств на территории Республики Судан, строительству жилья, промышленных объектов, сотрудничества в гуманитарной сфере. И в целом парламентарии Республики Беларусь и Республики Судан настроены на серьезную совместную работу. В Судане живет 40 миллионов человек. Ежегодно страна на много миллиардов закупает продовольствия, лекарств, промышленных товаров. Госпрограммы направлены на развитие собственных предприятий. Будут ли они основаны на белорусских технологиях? Вопрос и задача для наших чиновников. Мы нуждаемся в такой автотехнике. Все модели смотрятся очень внушительно, но мы заострили внимание именно на автобусах и самосвалах. Они для нашей страны будут наиболее востребованы. Сейчас речь идет о выставке самосвальной автотехники, порядка 50 единиц. Мы планируем в этом году открыть сборочный завод в сентябре месяце в Египте. Также ведем переговоры по организации сборки в Нигерии. Еще одно привлекательное направление для взаимовыгодного сотрудничества – использование преимуществ экономических союзов. Судан интересен Беларуси как площадкой для выхода на третьи рынки. А наша страна – Судану, как участник ЕАЭС. Один из вопросов, который сегодня активно решался – проблема взаиморасчетов. А это уже верный признак того, что дело приобретает реальный оборот для сотрудничества. Евгений Горин, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.